Где ты, Юра? Что за райское место вокруг тебя? Друзья, это генеральские пляжи. Хотите попасть сюда? Пишите на номер телефона в названии. Это Машенька. Мы занимаемся организацией вот таких вот экскурсионных туров. Есть у нас все помимо этого другие направления. Но сегодня, как сюда попасть и какие еще достопримечательности можно увидеть по пути. Вся информация, как говорится, под капотом. Поэтому наблюдайте, получайте удовольствие и смотрите на лучшие пляжи Крыма. Если я не прав, пишите мне обязательно. Я готов с вами поспорить, как вам эта красота. И это все Азовское море, дорогие друзья. И таких тут бухт просто тысячи. Вот это место. Beautiful place для каждого из вас. Пользуйтесь, приезжайте, наслаждайтесь, отдыхайте. Узнавайте нашу страну. Она великолепна. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся сейчас у Азики. Едем мы в Крым на Генеральские пляжи. Нам должно быть очень интересно. И давайте познакомимся со всей нашей компанией. Здравствуйте, как вас зовут? Здрасте, Анастасия. Вас как зовут? Ирина. Григорий. Юрий. Галина. Светлана. Павел. Капитан сегодня за рулем. Анатолий. Поедем в Керчь. Сначала проедем через мост. Мы остановимся на стеле Керчь. Попотографируемся. Заедем на горку Митридар. Спустимся по Митридарской лестнице. Это пляж молодежный. С этого пляжа вид на Крымский мост. И называется Синий скалин. Крепость и Николе. Керченский пролив. Это самое узкое место в проливе. Заедем с вами покушаем на кафе. Тудово мы с вами поедем на генеральские пляжи. Проходим контроль, друзья. В принципе, все очень просто. Дорогие друзья, перед вами открывается шикарничный вид на Крымский мост. Вы можете увидеть, с правой стороны сам город Керчь. И вот он впереди, красавец, который стоит, несмотря на что. С левой стороны это железнодорожная часть. И перед нами мы едем по автомобильной. Я помню, как мы открывали этот мост. И сейчас просто испытываю бурю чувства, эмоции, когда мы по нему проезжаем. Нереально красиво, классно. Дорогие друзья, я вас всех приветствую в Крыму, город Керчь. Проехали Крымский мост, получили много информации. Рассказывает и сам наш капитан Анатолий. И ведет экскурсию. Профессиональный экскурсовод предлагает разнообразные сувенирные продукции, которые можно приобрести. Прямо здесь дается жилье. Отдельная стоянка. Если кто едет в Керчь на отдых, на генеральских пляжах я бы отдохнул. Тут как бы очень неплохо. Но это наша группа участвующих в путешествии. А это Стелла. Она въезд в город Керчь. И здесь все пытаются сделать себе самые красивые фотографии. Ты куда полез? Эть! Ох ты! Это у меня начало путешествия, ребята. Прямо даже интересно, что мне так делать. 47 размер обуви найти будет нереально. Походу я остался босиком. Вот это я начал путешествия. Прямо очень круто. Можно что-нибудь перекусить. Я бы кофея сейчас. Бах! Босиком, конечно, прям по Крыму. Это круто. Слушайте, надо в натуре как бы запустить. Я же люблю босиком ходить. Босиком по Крыму, по побережью. Такого точно еще не знал. Есть там ребятам вот привет всяким разным каналам, которые своим ходом и так далее. Спасибо, что вы видите про меня хорошие вещи. Но у меня будет босиком. Можно посмотреть синенький на кофе. Попробуем оплатить. Деньги сняла. Смотрим у вас. Все, идеально. Спасибо большое. Ой, моя бодрость, бодрость моя. Начинаем наше путешествие, дорогие друзья. Ваше здоровое. Друзья, у нас здесь усовершенствование произошло. Сюда, сюда, сюда. Где удобнее? Я сейчас посмотрим. Вылезал. То есть у нас теперь есть вот такая крыша, в которую можно сидеть и смотреть по сторонам. Совершенно другие ощущения в машине. Мы въезжаем в Керчь. Встречают горгули. Причем с таких ракурсов поснимать, это прям дорогого стоит. Смотрите, какие они красивые. Охраняют город и его жители от всего плохого. Дай бог, чтобы так и было, чтобы они, конечно же, защитили. Ну, а дальше здравствуй, Керчь. Прям такая экскурсия получается, ребята, фантастическая. Посмотрите на улочки города. Как все симпатично выглядит. Мусорки везде чистенько, красиво. Керчь вот с каждым годом все лучше и лучше, хорошеет. И это прекрасно, что мы с вами можем наблюдать ее во всей красе. Когда подъезжаешь к нему, кажется, какая-то деревушка. А потом, когда в самом городе много исторических зданий. Ну, для меня очень интересная архитектура. Обязательно пишите, как вам. С улицы Пирогова мы поворачиваем направо. И уже сейчас будем подниматься на саму гору Митридат. Анатолий нам проводит экскурсию. Я думаю, что послушайте, лучше будет уже самостоятельно. Очень вкусный цветочный аромат. Здесь прям классно. Здесь вот проезжаем храм. Хороший асфальт сделали. Здесь тут очень комфортно ехать. Я прям уже кайфую от этой экскурсии. Посмотрите, как и всегда, во многих местах растаскиваются камни с таких мест. Это как... Вот с левой стороны это раскопки города Пантикопеев. Вот еще какой шикарный вид видно. Римский мост. Здесь сделали площадки для парковки прям. Выглядит все очень-очень интересно. И вот сами названия древнейшего города. Раскопки этого города Пантикопеев. Так, мое путешествие босиком по Крыму продолжается. Мы поднимаемся на гору Митридат. Здесь, наверное, самые шикарные виды будут. И я уже их наблюдаю. Поворачиваемся влево. Наши машинки пошли вниз. И мы спустимся когда по лестнице вместе с вами. Они там будут нас ждать уже на парковке. Посмотрите, какая красота, дорогие друзья. И, конечно же, это самая высокая точка, с которой открывается вид и на весь Керчинский пролив, и на Крымский мост, и на сам город. Какая красота. Вот тут лестница старинная, разрушенная уже. Ну, по ней можно и здесь залезть, как говорится. Оп. Оп-оп. Снизу вы можете увидеть сам город разрушенный. Там есть таблички информационные. Тоже погулять. То есть полчаса по времени, чтобы здесь все осмотреть. Ну, и тут ребята лазят вокруг этой башни. Прижал, конечно, нельзя зайти, подняться еще выше. Ну, ничего страшного. Здесь тоже довольно-таки интересно погулять. Ах, какова красота, дорогие друзья. Здесь все наши потихонечку спускаются вниз. Меня, конечно, интересует вид именно на лестницу. Что там интересно. Тут-то понятный город. Я уже лазил по нему неоднократно. Я так понимаю, что сейчас на раскоп желательно не проходить. Ну, что там ходит. Смотритель. Ну, по крайней мере, людей я там особо не вижу. Отсюда глазками тоже все очень-очень даже хорошо видно. А здесь вот есть как бы восстановленная, отреставрированная часть. То есть посмотреть, как выглядело ранее все это сооружение. Можете тоже это увидеть, ребята. То есть мы находимся где-то сейчас вот здесь. Ну, вот эта точка, да. А снизу были стены, строение. И вот оно все перед вами сейчас в таком состоянии. Было бы круто, если бы мы восстановили. Это было бы, наверное, Мека для туризма. Сюда приезжало огромное количество людей для посещения. Ну, все как есть. Ой, смотрите, когда я в прошлый раз приезжал, здесь вообще не велось раскопок. Сейчас я смотрю, что здесь накопали тоже стены. Вот они как раз-таки вокруг этого города. Прям очень ждем восстановления. Ребята, археологи, постарайтесь, сделайте красоту. Здесь, смотрите, торгуют разнообразные сувенирные продукции, связанные с Крымом и с Керчи. Черно-лаковая керамика смотрится вообще очень красиво. И это актуально именно для того времени, когда существовал этот город. Все, мы вышли на площадь. Здесь, смотрите, делают озеленение, красоту наводят, чтобы люди, которые сюда приезжали, наслаждались всеми видами. Здесь установили буквы Z и V и скамечка с надписью Крымский мост. Именно на фоне Крымского моста. Ну и, друзья, хочется посмотреть именно на ту лестницу, которую отреставрировали. Я мечтал поехать, конечно, на нее открытие, но не сложилось. То, что сейчас мы с вами ее увидим уже полностью готовую, со всеми доделками, переделками. Какая красота, дорогие друзья! Просто посмотрите, какие каскады! Здесь справа находится церковь, 8-12 век до нашей эры постройки. Ну и набережная города Керчи. Там снизу расположена Керчь. Это портовый город. И как бы такой красивой набережной, как у Анапы, конечно, здесь нет. Но все равно виды отсюда открываются шикарные. Все города-герои в таких вот звездах на парапете указаны. Генерал-офицерам, сержантам рядовым отдельной приморской армии, морякам Азовской всей плотилии, павшим смертью храбрых за освобождение Крыма в 1943 году, апрель 1944, а бессмертным героем Советская Родина. Продолжение следует... 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 фонари. Я представляю, как она круто выглядит еще с подсветкой ночью. Были надо еще приехать. Голова тигра композицию дополняет, и мы потихоньку сместились вниз. Сквер с правой стороны, с левой стороны идет реставрация здания. Я думаю, в дальнейшем это будет прям супер местом притяжения всего Крыма, потому что это и история, это и красота. А если еще наверху восстановят тот сказочный замок, это будет вообще просто восхитительно. Мы обошли все магазины на этой улице, в мега торговых центрах. У них там вообще свет отключен. Нет на меня размера 46 максимум, в 47 ничего нету. Даже за 3000 мне предложили настоящий абибас и полпятки висит. Блин! Что делать? Зато такой контент 100% никто не снимал. Это вам Керчь, ребята, босиком. Магазин все что надо. Я нашел всю обувь. Вы сейчас кайфанете. Трям-трям-трям. Это лучшие колеса. Я в них тоже не лажу, но видите полпятки висит. Но это лучше чем ничего, потому что мы сейчас чтобы не тратили время, но сегодня побегать пойдет. Вот центральная площадь, которая ведет лестница Митридат. С правой стороны сквер тоже очень красиво сделаны. И надеюсь в скором времени отреставрирует уже театр. Здесь вы можете увидеть какой красивый стоит обелиск Керчь. Город-герой. Там с той стороны есть вкусная шаурма делают ребята. А с правой стороны очень интересные сладости. И можно поесть настоящего крымского мороженого. Я вам тоже советую сделать. Это нереально вкусно. Постоянно когда приезжаю здесь пробы. Сегодня просто из-за шлепанцев не успеваю. Здесь дедушка Ленин стоит и смотрит сверху на все что происходит. Кстати, вот здесь был хороший асфальт. Его поменяли на вот плиточку такую симпатичную. Ну и полностью все выравнивают в один уровень. Гимназия Романовых тоже идет под реставрацией. Я думаю через годика два-три мы вообще Керчью действительно не узнаем. Это храм Иоанна Предтечи. Я его снимал уже неоднократно. Вы его сейчас видели. Сверхвятитель Лука. И это архитектурный памятник. Мы видим, друзья, таблички на украинском и русском языке. Заходим. Разрешение на съемку я спросил, друзья, посмотрите какая красота внутри. Здесь храм состоит как бы из нескольких частей. Это из-за того, что достраивался, перестраивался. Можете видеть одни колонны, там другие. Идет сейчас служба. Тут можно поучаствовать. Обязательно приходите. Очень сильное святое место. Как красота. Завораживающе. Посмотрите, как он выглядит снаружи. Сооружение действительно монументальное. Внутри чувствуется какая-то, знаете, сила, мощь просто. Я не первый раз его посещаю. Мне всегда представляет просто нереальное удовольствие находиться внутри. Прям, не знаю, какие-то такие смешанные, очень интересные эмоции. И вот можете увидеть как раз таки, как он строился в разные времена. Достраивался, пристраивался, что-то разрушалось, что-то постанавливалось. В общем, такая красота. Вот он храм. Сбоку посмотрите, как красиво смотрится. Это набережная города Керчь. Видите, сколько машин людей приехало на прогулочки. И сам город выглядит вот именно так. Это троллейбусы. У нас в Анапе даже нет, представляете? Если кто-то говорит, что Керчь деревня, то смешно. И вот он вид на гору Митридат с другого ракурса. Хотя я думаю, что мы в этот раз ее рассмотрели очень хорошо. Во всех самых шикарных видах. Здесь что-то типа нового такого комплекса строится. Возле администрации тоже новый асфальтик положили, чтобы все было очень симпатично и красиво. Вон, архитектура меня здесь очень радует, друзья. Это настолько все красиво, настолько все классно выглядит. Посмотрите, там еще один сквер. Ну, и туалеты есть, и все есть. То есть приезжай, гуляй, наслаждайся. Я до машины, у которой не будет верха, и будет водитель. Я смогу вот прям по всем городам, если с вами так кататься очень быстро. Нам даже ручкой машут. Это очень приятно. Советские постройки. Можете увидеть, как классно строились. Широкие улицы, деревья слева-справа, тротуары. В общем, действительно город превращали в такую, как мечту Советского Союза. Сейчас, конечно, немножечко это стареньким выглядит. Но вот, пожалуйста, идет реставрация. И я думаю, в будущем дома будут выглядеть прям очень классно. Мы приехали на следующую нашу точку. Называется она Мермикей. Это еще одни раскопки старинного города, который тоже был портовым, торговым. И давайте вместе с вами посмотрим. Вот он, Мермикей. Место для купания, кстати, тоже находится здесь. И просто я уже вижу отсюда, какой шикарный вид на Крымский мост. Вот как раз. Вот они жили здесь. У них здесь был палаточный городок. И там копали. Когда ребята приехали, они все были такие беленькие-беленькие. Но когда они уезжали домой, я видел, они были все черные, как негры. В памятниках археологии стоит знак. И здесь, видите, как раз-таки остатки городища. Можем с вами разглядеть. Ой, какой вид. Смотрите, на Крымский мост это городище показывать надо. С левой стороны тоже мы с вами видим остатки этого городища. То есть территория очень большая. Но большую радостью тут бац, на археологии стоят чьи-то заборы, участки. Красота. Вот это место здесь называется, это пляж молодежный. Мыс это Семискалия. Вид на офигенный пляж, я хочу сказать. Вот какое море. Это причем черное море. Если кто знает, то относится оно к черному, потому что Крымский мост проходит именно через него. Впереди Крымский мост, вы купаетесь, чистейшая водичка. И это пляж молодежный. Смотрите, какая красота. Людей немного, но люди есть, в принципе. Шикарно смотрится. Вау! Вот это вот вид. Как раз скала Бегемот. Похожа на Бегемот. Дальше скалы, они похожи на черепаху. Всем совершенно красиво. Ну, скалы, да, которые находятся в море. Смотрим на другой стороне этот мыс. Здесь вообще практически нет людей. И можно доплыть до вот этих вот красивущих скал в море. Вообще красота. Ну, я предлагаю, давайте махнем на все это рукой. И полетели. А вон там, смотрите, мыс с него. Можно вообще очень красивые фотографии делать. Да, и здесь можно спуститься и купаться. Также есть вот такая вот великолепная беседочка с шикарными видами на эту бухту. Ну, и, конечно же, дополняет всю картину вид на арки Крымского моста. Да и сам мост отсюда выглядит таким монументальным сооружением. Я прям стою и смотрю. Вау! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 как он здесь бывал, в какую погоду попадал, действительно интересно проводим время, прям в машине тишина, все внимательно слушают, а я тут все прыгаю как на лошадь. Вау, вот это да, это Ханчакрак называется ребята, вот это фантастика, посмотрите, мы подъезжаем с другой стороны, я был на Ханчакраке, но был там, где море соединяется, там такая коса, очень тонкая, узкая, с хорошими песчаными пляжами на Азове, но здесь вид конечно открылся, просто фантастика, ребята все стали смотреть на эту красотищу, друзья мои, вот это да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДианаТorzok DimaTorzok 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 над всем этим а потом будем купаться я не могу пока еще солнце светит на свете сегодня тучки заходят но от этого здесь только более контрастно и красивее как все это просто великолепно мои дорогие сказать что восхищение просто ничего не сказать смотришь так вниз вау смотришь вправо думаешь вау у меня вообще мечта посетить все бухты генеральских пляжей дай бог когда-нибудь исполнилось на будет после сезона взять действительно палатку и поехать пожить у моря главное чтобы везло с погодой и она была вот такая прелестная чтобы вода была прям прозрачная как слеза красавица и я вас всех приглашаю не забывайте обращайтесь маша вам поможет организовать себе тур поехать сюда на отдых и это будет у вас прекрасно и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Кому расскажи, что я пришел на лучшие пляжи Крымов в домашних тапочках, не поверят же, но на самом деле это действительно того стоит. Чувствуешь себя как дома, потому что я люблю море, для меня море это самое главное на свете, то ради чего стоит вообще жить, и я вас приглашаю, пойдемте вместе со мной смотреть на всю эту просто великолепную красоту. Покажу с чего состоят пляжи и искупаемся в море. У нас уже здесь вот все накупались, вот и маску ребята сюда взяли. Смотрите, здесь вот вверх очень много нагняющих пляжах ракушек. Бывает приезжаешь, вообще пляж состоит из такой ракушки, сам береговая линия, это как раз таки не песок, а вот полностью битая вот так вот перемолотая ракушь, то есть песок там состоит из такой ракушечки. Мои подписчики, тоже попавшие на экскурсию, уже вот всю устроили вкусняшками, с винишком, или это компот, или винишка? Винишка, винишка, и с такими вот шикарными видами под шум морской волны. Интересно, какое же тут море. Смотрите, какая прозрачная водичка. Вот когда говорят, что смотрите, там водорослей нет, водорослей всегда лучше чуть-чуть есть. Ну, купи свое море чистейшее, просто кристаллы, вот возле этих камушков, это просто фантастика. Кстати, море очень теплое, я думаю, что нам пришла пора уже норвиться. И здесь волной накидало просто огромное количество этой ракушки, то, о чем я говорил. То есть, смотрите, любителям ракушки, здесь вот стоять сирай, здесь вот от миди ракушечка, гребешки называются, здесь их просто бесчисленное множество. Море, как вам? Водичка, парное, молоко. А тебе понравилось? Да. Что тебе в этот раз больше понравилось, персик или море? Ай, наш пацан, есть самое главное в этом мире. Осталось только с вами воочию протестировать море, посмотреть, как там в воде. Ох, как хорошо, я сегодня столько налазился, столько наснимал свой интересный, что думаю, у меня сейчас зайдет. Загар у меня, я слышу, проявился, все равно маечка. Сказывается, конечно, моя беготня в ней. Наверное, это мой рай, ребятки. Как здесь круто, красиво и классно. Между камушками зашелся. И какая здесь красавица. О, смотрите, медузку нашел. Это та самая вот медузка, которую лучше не трогать. Я как из сериала какого-нибудь графинцом труда, друзья мои. Смотрите, разбиваются некоторые волны просто об камень. Это тут прям уже волны, видите, вот так вот вылизан. Поэтому некоторые камни имеют такую, как форму гриба, потому что их вылизывают с разных сторон волны. Это выглядит прям очень красиво. Круче еще, наверное, походить сквозь эти скалы. Конечно, так страшно смотрится. Потому что вот этот камень, видите, вот просто висит в небе. Может быть, туда даже не стоит заходить. Ладно, он много лет висит. Давайте рискнем. Вдруг повезет, и он не упадет. Ну все, пойдет, значит, не перейдет. Страшненько. Такая глубина в тобой находится. Не дай бог. Это очень красиво. Среди камней купание. И мы вот здесь, бац, попали на другой совершенно пляж. Все камушки, вот как сырные скалы, видите, так изрезанные. Наблюдая эту красоту, это прям дорогого стоит. Я очень рад, что могу вам через камеру как-то пытаться это все передать. Все эти просто шикарнейшие виды. Хочется полазить ко мне. Природу создал один на другом. Там еще один лежит. Такие плиты. Смотрите, какая здесь водичка. Прям очень, очень красиво смотрится. Юра, как всегда, лезет в самые неподходящие места. Еще одна рука камеры занята. И там, смотрите, вода. А здесь мы уже на суше. Здесь засыпало ракушки. Мы даже растения пытаются везти. Вот это природа. Хочешь жить, умеет вертеться. Давайте на самый верх подвинемся. О май гад! Ребята, мы почти на самой вершине этой скалы. И какие тут умопромрачительные просто кадры. Класс! Приходится вот так вот рисковать, чтобы улучшить кадр. Но, мне кажется, это того просто стоит. Это супер-место, ребята! Как вам данное место? Обязательно напишите ваш отзыв. Хотели бы вы здесь побывать? Может быть, вы бывали тут, ребятки? Будет очень интересно узнать ваше мнение, ваш ответ. Вот от таких прекраснейших просто местах нашей необъятной Родины. Он мне говорит, Европа, Европа, езжайте за границу. Там мы еще свои красивые места не видели, чтобы куда-то ехать. Надо здесь еще всем этим насладиться. Главное, не убиться. Сейчас мы, кстати, на самом тамом камне, который вот здесь висит прям. Знаете, что нашел? Здесь вот это место, оно вроде с водой сообщается, но здесь людей нет. И оно труднодоступно. Видите, тут завалено. И с этой стороны так же завалено. То есть такой, знаете, природный уголок, в котором можно спрятаться от суеты, от всех. У вас людей будет видно. Вот это я нашел секретное место. Ну, еще раз. Отмень. Смотрите, как неглубоко стало. Совершенно другая. И песок здесь не ракушечник, а прям именно наш песочек. Надо даже есть сказать, ребята, тут очень круто, классно. Мне кажется, это ничего не сказать. Надо приезжать, смотреть, пробовать. Когда я с ребятами сейчас только что общался, говорю, какая заграница, друзья. У нас такие есть места шикарные. Зачем куда-то ехать? Когда здесь у нас в России можно получать удовольствие. Места этих просто предостаточно. Кто-то любит горы, кто-то любит песок. Каждому свой берег, море и свой отдых. Кто-то в палатке, кто-то в пятизвездном отеле. В общем, друзья, все так, как вы этого хотели, чтобы у вас сбывалось. Ну, что сказать вам, москвичи на прощание. Ну, москвичи, все наши зрители. Просто, не знаю, звучит какая-то классная музыка под шум прибоя. Хочется передать вам все эмоции, которые я сегодня получил. Я сегодня в несказанном восторге. Море чистое, азовское причем. Многим оно такое даже не знакомо. Оно обычно бушующее. Вот это вот здесь не хуже становится. Скалы, медузку нашел. То есть посмотрел на людей, которые получают удовольствие. Самое классное, что мы здесь находимся, как какой-то островок. У нас все пляжи заполнены, переполнены. А Крым, это, ну, прям пустейшие пляжи. Хотя в хороший сезон здесь тоже очень много народу отдыхает. Так что приезжайте, наслаждайтесь. И самое главное, путешествуйте. А мы сейчас идем пить кофе прямо здесь. Я хочу вам еще напоследок показать вот тут пляжик, который рядышком с нами такой маленький. И здесь ребята отдыхают с палаточкой чисто сами. И это их прекрасный рай, в котором они сейчас находятся. То есть палаточка рядышком, которые спят. Это у них для приготовления, так сказать. Там у них еда находится, сабборд, стульчики, мангальчик. Все это на берегу моря. Сейчас еще прекраснейшее. Хотели бы так отдохнуть. Маш, соглашайся, поехали. Палатка есть. Осталось только нам, 102, сюда добраться. Вот там, мне даже, по-моему, рыбу пытаются ловить со скал. Домашние тапочки, это отдельная фишка моя. Ребята говорят, что совершенно не хочется уезжать. Все здесь нравится. Я, честно, так бы еще тоже остался. Идем по маршруту. Экскурсия, кстати, занимает около 12 часов. Восправляемся в 7 утра. Даже с некоторых мест чуть раньше. И возвращаемся где-то в 7 вечера. В восторге, ребят, очень большом. Это бонус от Анатолия. Приготовление кофе. Кофе, да. Классно варим. Турка настоящая. С черным шоколадом. Очень ароматно вкусно. С таким видом выпить сейчас чашечку кофе. Друзья, это просто бьютифл. По-другому не сказать. Супер место, супер путешествие. И я вам клянусь, оно того стоит, чтобы побывать. И вот такие эмоции. Кофе. Кофе. Знаешь, вот такой вид, просто шум моря, чистейшее море. Полазить по скалам, играться перед обратной дорогой, насладиться кофеечком. Натуральным кофем. Это восхитительно. Молодец, вкусно варить, кстати. Хочу сказать, мне понравилось. Спасибо большое. Ваше здоровье, дорогие друзья. Это просто сказать, что вкусно, наверное, ничего не сказать. Кофе под море, море под кофе. Генеральские пляжи. Крым. Посветительный. Рассказывайте, ваши ощущения от поездки, понравилось, нет? Очень понравилось. Что больше всего? Мне понравилась, лестница понравилась, большая, бегемоты, вот эта вот вся статуя, которая в воде. Ну, сам пляж, конечно, купание, море теплое, волны такие не сильные, самое то такое, покачаться прям, ну, классно, короче. Сама поездка, компания, разговоры, рассказывает. Шикарно. У вас какие эмоции? Меня присоединяет полностью. Вы привет хотели передать? А, Челябинску привет. Шикарно. Тебе понравилось? Да. О, это самое главное. И пару слов, как вам понравилось, нет? Поездка понравилась. Что больше всего? Крепость понравилась. Вот это море понравилось. Море как раз. Здесь вообще прекрасно. Тишина, покой. Ну, и лестница. Спасибо большое. Эмоции услышали, все остальные у нас немножечко стесняются, уставшие. Ну, я, честно, в восторге. Ну, а теперь мы отправляемся в обратный путь. Эх, ребята, как не хочется на самом деле уезжать. Как здесь круто. Как я хочу. Оставь тебе, я скажу тебе. Кто? Желтые растения называются. А там заберем. Не знаю. Мальва. Мальва. Мальва стручковая. Под музычку, ребята, вообще кайфы кайфуем. Вот такие вот моменты. Выезжаем домой, музыка пря-прям. Самый лучший день, и это точно именно так. Ру-па. Розовым надо, чтобы оно высохло. Вот пока оно не высохнет, большому сожалению, мы не увидим розовый вот этот великолепный свет, который вы видите на многих картинках. А вот на берегах вы можете уже видеть, что действительно уже розовые водоросли присутствуют. В общем, ждем, когда придет жара и озеро подсохнет. Ну, также здесь люди набирают и лечебную грязь, которая им может помочь, что-то, не знаю, с чем-то. В общем, я в грязь не полез бы, и вам особо не советую. Ну, это и есть возможность такая. И вот очень бы хотелось, конечно, увидеть именно розовую-розовую, но когда будет сухую. Я в моменте. Красота, ребята. Красота. Красота.